Разбитые дороги после проливных дождей, прошедших в воскресенье. Государственная администрация автомобильных дорог сообщает, что три участка национальных автотрасс общего пользования серьезно пострадали от ливней. Зафиксированы скопления воды, грязи, есть упавшие на проезжую часть деревья. Больше всего пострадал Чедрелунгский район, где пришлось спилить около 25 деревьев. В Вулканежском районе было нарушено движение из-за скопления воды под железнодорожным мостом. В Криулянском районе несколько участков дороги оказались заблокированы из-за грязи и камней. В ликвидации последствий стихии были задействованы работники дорожных служб. В городе Чедрелунга сильные дожди повредили крыши нескольких домов. Затоплен ряд домохозяйств. Есть поваленные деревья, зафиксированы обрывы электропроводов. Город практически остался без света, сообщил примар Анатолий Топал на своей странице в социальной сети. Ветром сорвало крышу с подстанции на 10 киловатт. Подстанция, которая питает насосную станцию подачи воды в город, сгорела. Есть перебой с подачей воды, сообщил примар. В столице проливные дожди повредили зеленые насаждения. В парке имени Штефана Челмари упало большое дерево, перегородив аллею. Соответствующее фото и видео размещены в интернете. Накануне генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям выступил с предупреждением о предстоящих сильных дождях. Власти призвали население быть бдительными и избегать поездки в зоны риска. Автомобилистам рекомендовали ездить осторожно, чтобы не допустить аварии в неблагоприятных погодных условиях. Администрации водоемов настоятельно рекомендовали следить за озерами и снижать уровень воды, чтобы предотвратить наводнения. Спустя почти три недели после разрушительного циклона Борис, центральные власти все еще не обнародовали окончательную сумму ущерба и не выделили помощи с фонда интервенций. В Львовском районе, где была объявлена чрезвычайная ситуация, пострадавшие населенные пункты не получили никакой поддержки от правительства. Председатель районного совета Николай Попа ранее сообщил нашему телеканалу, что убытки составляют около 84 миллионов леев. В основном это касается местных и районных дорог, а также крыши детского сада в селе Томай. Он также заявил, что необходимые документы, направленные в Комиссию по чрезвычайным ситуациям, на их рассмотрение задерживаются. Между тем, пострадавших от наводнения жителей поддерживали только премырии. Однако их средств на покрытие всех расходов не хватает. Местные власти выделили ресурсы на ремонт поврежденных дорог и поддержку граждан, но возможности ограничены. Премьер-министр Дарьян Рещан ранее объявил о намерении созвать Комиссию по чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса о предоставлении помощи пострадавшим. Однако заседание до сих пор не состоялось.